Привет! Расчехляйте свыше флядку классных программ для дизайнера, да, наверное, и не только, потому что есть что вам показать. Ставьте лайк, подписывайтесь и пойдем смотреть. Давно вы спрашивали, что это за штуковина мелькает в некоторых роликах, а так как у нас на канале теперь есть отдельный плейлист про софт для дизайнера, пожалуй, пора вам рассказать. Эта приложенька позволяет удобно сохранять ссылки и потом ловко ими пользоваться на разных устройствах. Комп, ноутбук, планшет, телефон, между всеми девайсами работает мгновенная синхронизация. И называется это восьмое чудо света Raindrop. Очень классный и удобный менеджер закладок. И сразу ответ на главный вопрос. Доступно это чудо на всех устройствах на любой системе, так что все останутся довольны. Ну и главное, вполне себя комфортно, можно пользоваться бесплатно. Безлимитные закладки, коллекции девайсов, расширения для популярных браузеров. Что еще надо? Ваша наблюдательность может заметить, что сюда еще в течение месяца можно бесплатно загрузить до 100 мегабайт каких-то файлов, а на платном тарифе аж до 10 гигабайт. Дело в том, что Raindrop позволяет хранить не только ссылки, но и собирать коллекцию разных файлов. Например, изображения, картинки доступны разные форматы. И если к хранению изображений есть как вопросы, так и ограничения, то на ссылке здесь полный анлим даже на бесплатном тарифе. Кстати, про хранение изображений потом запишу отдельный ролик про другое классное удобное приложение. Особенно Raindrop понравится тем, кому не заходит скучный интерфейс Notion. А это вот отличная, нарядная, классная, удобная альтернатива. Слева, во-первых, можно создавать разные коллекции, например, рабочие, домашние, персональные закладки, а внутри каждой можно создавать папки. И вот тут я могу вас обмануть. В описании тарифа написано про безлимитные коллекции, а про папки новостей никаких нет, ни в бесплатном тарифе, ни в платном. А у меня куплен весь софт, которым я пользуюсь, кроме фотошопа. Отдельная история. В том числе оплачен и Raindrop, поэтому по поводу создания папок я не уверен. То ли на бесплатном тарифе можно создавать только первый уровень, но нельзя создавать вложенные папки, то ли в принципе папки на бесплатном тарифе создавать нельзя, а ведь именно они здесь правят балом. Но не кисните, конечно же и на такой повод найдется вейфхак, ведь создавать закладки можно не только внутри Raindrop, но и перетащить сюда в Raindrop, импортировать можно какую-нибудь заранее созданную коллекцию. Например, если вы в браузере ввели коллекцию сохраненных ссылок, и там порядок, туда Хованский не добрался, все хорошо организовано, на папке разбито, так вот импортируя такую коллекцию из браузера сюда в Raindrop, вместе с ссылками прилетят и папки. Огонь! А папки можно классно наряжать, иконок много, смотрите, даже иконка фигмы нашлась. Иконок действительно много, и поиск есть. Фигма. О, огонь! Слева папки, тут все понятно, а справа лежат ссылки в этих папках, либо файлы, но я собираю только ссылки. Если в папке есть несколько уровней, то виден и первый, и все остальные вложения тоже. Для каждой папки доступна отдельная сортировка, разные папки можно сортировать по-разному, и отображать их тоже можно по-разному. Например, одну можно оставить в виде заголовков, а вторую сделать в виде галереи. Или, например, в виде карточек, или оставить списком, причем для каждого варианта отображения можно выводить разную информацию. Клево! По наведению есть кнопки, которые можно настраивать, и можно выбрать действия по клику на ссылку. Все это доступно здесь же в настройках. Доступно несколько тем на бесплатном тарифе, они, по-моему, тоже есть. Светлое-темное, темное-светлое, какая-то непонятная, можно выбрать, что будет происходить по клику по закладке. А также указать и выбрать кнопки, которые будут появляться по наведению в таблице. Ссылки можно просматривать, не отходя от кассы. Загружается полноценная страница, то есть все загрузится. Если окошко поменьше, загрузится мобильная версия. Если пошире сделаете, то тогда и десктоп может приехать. Либо нажимаем и идем смотреть, что же в браузере откроется. Кстати, у меня созрел классный план. На бусте выложить не только ранний доступ этого ролика, но и поделиться своими закладками. Да-да, это тот самый бложик, который я не дублирую в Инстаграме, в котором очень много всякого разного полезного появляется. Еще и ранний доступ на ролики, еще и стримы с разбором работ проводим. А ссылка на него и снизу в описании ролика. Так что подписывайтесь, если хотите читать еще всякое разное полезное. Добавлять ссылки можно как изнутри рейндропа, через зеленую кнопку вставили ссылку, сохранили, она попала в открытую папку, но это все можно потом подтюнить, выбрать папку, куда ее перекинуть, добавить теги, если нужно, и подрегулировать описание и название. Либо можно установить бесплатное расширение для браузера и прямо отсюда пулять ссылки в рейндроп. Заполняем название, описание, выбираем превьюшку, редкая опция, и тут она есть. Выбираем коллекцию, куда все это дело запулить. А, так слушайте, коллекция-то и есть, папки, судя по всему, первого уровня, значит на бесплатном тарифе, скорее всего, первый уровень доступен. Отличные новости. Может и второй доступен? Ну-ка напишите в комментах. Добавляем теги и сохраняем, и она улетает прямо в рейндроп. Офигенная программа, очень нравится, постоянно пользуюсь и постепенно пополняю. Кому не нравится унылый интерфейс Notion, присмотритесь. Если было полезно, поддержите, вам не жалко, мне сами знаете, приятно. Го общаться в комментариях, отсыпьте жменьку своей активности. Спасибо каждому, кто пишет комменты. Скоро увидимся, слышимся. Фил Хук. Так что это отличная альтернатива, а отличная альтернатива... Чуть не сломался. Дело в том, что рейндроп позволяет хранить... Называется рейндроп, дождь капля, капля дождь, дождливые капли, капли дождя. Как тут в помощь зала позвонить? Капливый дождь, дождливый капель. Капель. Продолжение следует...